Дежавю Если так будет продолжаться дальше, то в скором времени Нижний Новгород станет меккой для всех страдающих влюбленных. Субтитры делал DimaTorzok Под чутким руководством суперпродюсера Леонида Бурлакова. И только в этой рубрике вы сможете увидеть и услышать то, чего раньше никогда не видели и не слышали. И сегодня мы представляем вам чешско-американское музыкальное объединение под названием Airfare, исполняющих музыку в стиле рок-н-ролл. Итак, слушай, что смотришь на радио Максимум, смотри, что слушаешь на A1 в программе Свежак. Группа Airfare с клипом Sorry Baby. Если вам покажется, что Airfare это не совсем рок-н-ролл, то не торопитесь с выводами. Рок-н-ролл сейчас будет. Прости, любимая. Так получилось. Как часто за всю свою жизнь мужчина произносит эти слова? Думаю, что достаточно. А почему он их произносит? Да потому что не надо засовывать носки туда, где мы их потом не можем найти. Не надо выхватывать телефон из рук, когда на него приходит смс-ка. Я бы сейчас мог вам еще много рассказывать на тему того, что еще не надо делать женщинам, чтобы внезапно не включилось ББПЕ. Но я не буду этого делать. Я же не монстр какой-нибудь. А что касается настоящего монстра, то с ним вы познакомитесь прямо сейчас в нашей эксклюзивной рубрике «Шоу с переодеванием». Хватит, хватит! Заткните уже эту чертову обезьяну. Он испортит мой утонченный музыкальный вкус. О, еще раз прошу прощения, я не представился. Меня зовут доктор Ганнибал Лектор. Я психолог. Ученые-психологи, поиски истины лежат в области человеческого мозга. Человеческого мозга такого вкусного, нежного, который можно на сковородочку обжарить в сливочном масле, потом подать селестными грибочками и в соусе с грецкими орехами и сметаной, и под прекрасную бутылочку итальянского кьянти. И, прошу прощения, еще одна моя слабость. Если бы в этой одиночной камере я уже много лет так много, то некоторые охранники называют меня доктор З**л Лектор. Но я не обижаюсь на них, ведь это не их вина, что я стал зверем, которого лучше держать в клетке подальше от людей и их мозгов. Ганнибал Лектор Вы заметили, что с этой маской на лице Ганнибал Лектор сегодня выглядит как никогда актуально? И правда, выходя на улицу, складывается такое ощущение, что Хэллоуин до сих пор продолжается. Все в масках. Правда, маски эти не очень красочные, но поговаривают, что с таким девайсом у вас гораздо меньше шансов заболеть, как это умудрился сделать ваш покорный слуга. Интересно, а как быстро мне найдут замену, если я заболею и помру? Группа Panic at the Disk, к примеру, справилась с этой проблемой довольно быстро. Не успел гитарист Райан Росс и басист Джон Уокер покинуть группу, как на их место уже нашли новых музыкантов. Иена Кроуфорда и Делана Уикса, соответственно. Я предлагаю вам полюбоваться на эту свежую кровь в новом клипе Panic at the Disco New Perspective. Смотрим. Упс. Видимо, клип снимался как раз в тот период, когда старички ушли, а новых парней еще не набрали. Но эти двое тоже красавцы. Прям люди в черном. Если вы переживаете за бывших участников Panic at the Disco, то спешу вас успокоить. Райан Росс и Джон Уокер уже создали новую группу под названием The Young Wains. И теперь мы с нетерпением ждем, что же из этого выйдет. А вот басист Green Day, Майк Дерт, хоть и не покинул группу, но зато параллельно занялся выпуском обуви. И не простой, а вегетарианской. Нет, жрать эти ботинки, наверное, не стоит. Но если вы очень сильно любите животных, то обувка от самого сексуального вегетарианца планеты, Майка Дерта, это именно то, что вам нужно. Ну а если вы просто любите группу Green Day, тогда прямо сейчас только для вас. Премьера нового клипа Green Day 21st Century Breakdown. Смотрим. 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 В ближайшем будущем по мотивам опять-таки классического альбома Green Day 2004 года American Idiot будет поставлен мьюзикл. Но мы с вами, к большому сожалению, сможем увидеть это яркое слепительное шоу, разве что только в интернете. Но зато мы имеем возможность каждую субботу в 6 часов вечера наблюдать за самыми свежими видеоновинками нашего альтернативного эфира в программе «Свежак» на первом альтернативном. А это уже кое-что. Ну а мне пора. С вами был Ви Джей Чак. Всем спасибо. Все свободны. Увидимся в аду. Главное, не болейте.